Сегодняшняя рыбалка будет проходить вот на этом водоеме. Он уже знаком зрителям моего канала. И также достаточно хорошо известен местным рыбакам-любителям. И эту рыбалку я хочу посвятить такому большому и интересному вопросу, как цвет приманки. Насколько влияет цвет приманки на клев, на активность рыбы? Я думаю, большинство рыбаков волнует этот вопрос. Разумеется, на примере одной рыбалки мы не сможем поставить точку в этом вопросе. Ну, какие-то аспекты, может быть, мы затронем. В общем, приветствую всех, дамы и господа, рыбаки не очень. Что я предлагаю? Я предлагаю взять, так как я предпочитаю рыбачить на воблеры, я предлагаю взять парочку уже проверенных воблеров, снять с них заводскую краску и попробовать что-нибудь на них поймать. Времени, к сожалению, у меня на все про все очень мало. Я думаю, часика три. Ну, мы попробуем. Присоединяйтесь к просмотру. Замечательный воблер от замечательной компании Smith Haluka 125S. Этой приманке уже очень много лет принесла безумное количество рыбы, но, к сожалению, ей уже пора, что называется, на покой. И вторая приманка воблер от компании Birking, копия не менее знаменитого воблера Megabass X120. Я возьму ацетон, ватные диски. Для начала сниму тройники и попробую стереть заводскую краску. Присоединяйтесь к концу. Вот что у меня получилось. К слову сказать, с китайского воблера снять краску оказалось гораздо тяжелее. Почему? Я не знаю. Может быть, потому что он новее. Глазки я решил оставить для красоты. И так как воблеры все-таки достаточно похожих, просто понимать, где какой. Это у нас X120, а это Haluka 125. Сейчас я верну на место тройники, и мы можем приступать к рыбалке. Мы порыбачим немножко с берега и порыбачим немножко с лодки. Скажу честно, я скептически отношусь к этой затее, но нам ведь не нужно наловить мешок рыбы, правильно? Это просто эксперимент, который ни к чему нас не обязывает. Мы просто попытаемся разобраться, действительно ли цвет приманки важен и насколько большую роль он играет, если играет. Давайте попробуем. И начать я, пожалуй, предпочту с Haluka 125S. Но, к сожалению, я не могу снимать каждый бросок, и вам придется поверить на слово. Я сделал примерно бросков 8, и вот у меня первая поклевка. Какая-то некрупная рыбешка. Ну, по всей видимости, это наш местный хищник. Да, некрупная кунжа, но, ребят, я поймал рыбу на Haluka 125S без заводской краски. Абсолютно голый воблер. Пожалуйста, вот такая прекрасная вкусная рыбешка. Абсолютно голый воблер. Я достаточно часто и много отпускаю рыбы, но сегодня в эту рыбалку я решил свой улов забрать. Я давно не ел свежей рыбы, поэтому прошу отнестись с пониманием. Это ни в коем случае не сравнение воблеров, ни какое-то там соревнование между ними. Напоминаю, это попытка разобраться, насколько важен цвет приманки. И поэтому я буду их менять, ну, в хаотичной последовательности абсолютно. Через 5 забросов, через 10 я даже считать не буду. Ну, сейчас я пока половлю на Haluka, потом поставим X120. Мне не удалось снять, но сейчас мой воблер кунжат трижды кусала и все-таки нормально зацепилась около самой лодки и благополучно сорвалась. Очень жаль, что я не смог это заснять. Очень жаль. Ну, рыба есть, рыба есть. Возможно, дело действительно в том, что приманка без краски, и поэтому она не очень активна. Но, повторюсь, рыба приманку заметила, сопровождала и пыталась укусить. А это о чем-то говорит. Я надеюсь, поклевки у нас еще будут. Рыба бегает за воблером, но не берет. Но она бегает за ним. Значит, она его видит. Очередная поклевка. Ну, в этот раз я решил ножками походить. Очередная поклевка и тоже на Халуку. Тут такое место интересное, когда сильный отлив тут образуется, как бы небольшой островок. Я решил размять ноги, поставил лодку на якорь, что называется, и решил ножками побродить. И вот очередная поклевка. И вот очередная поклевка. Опа! Неплохой достаточно экземпляр. И он тоже отправляется в садок. Вот так вот выглядит мой импровизированный лагерь. Вот такое тут интересное место. Вот мой промежуточный итог. На ужин я уже поймал. На этом берегу рыбаки стоят. И на том берегу рыбаки стоят. И мне не хотелось бы снимать видео о присутствии незнакомых посторонних людей. Поэтому я, видимо, останусь здесь. Может быть, еще попробую в озере. Вот где я начинал рыбалку, там порыбачить. На халуку я поймал две рыбы. И также были выходы и поклевки. Вот визуально я видел выходы рыбы. Я предлагаю попробовать теперь Х-120 вот здесь погонять. Только что была поклевка и досадный сход. Ну, вы знаете, на Х-120 я пока еще ничего не поймал. Вот был сход у меня, поклевка и тут же сход. И все. Я сейчас попробую снова на халуку порыбачить. Рыба категорически, черт побери, категорически отказывается клевать на камеру. Вот сейчас снова поклевка и снова сход. Буквально четыре заброса и снова поклевка. У меня сегодня почему-то много сходов. Ну, я поставил старые тройники, они тупые. Может быть, в этом все дело? Смотрите. Вообще маленькая. Маленькая, маленькая. Но вот такой размер очень вкусен. Очень вкусен. Она тоже пойдет мне на ужин. Такая рыбка гораздо вкуснее крупной. Пойдем в садок. Смотрите. Совсем мало времени у меня осталось. Давайте еще попробуем. Буквально минут 20. И мне нужно собираться. Кинул. Ах ты. Раза четыре кинул и поклевка. Снова на халуку. Но, к сожалению, сбежала. Сбежала, да. Досадно. Но ничего. Может быть, мы ее сейчас и доловим. Хорошая была поклевка. Вот очередная поклевка. Но, надеюсь, хотя бы это не сойдет. На камеру не хочет клевать. Досадно, но... Пускай хотя бы так клюет. О! Очень неплохой размер. Ну-ка. Фавикцион отпустить. Очень неплохой размер. И снова на халуку. И снова на халуку. Пошли к лодке. Какая красивая рыба. Опа. Ну, тем не менее, вы все видели. Вы все видели. На берегу стоят рыбаки. И, конечно же, я периодически обращаю внимание, как у них... Опа. Идут дела. Поклевка. Мне показалось, что дела у них идут не очень хорошо. Может быть, сегодня рыбы мало? Или она не очень активная? Ну, я не знаю. Пока рыбачим. Вот такая здесь красота. Время уже полдень. Погода немножко стала лучше. Стало теплее. Надо перекусить и еще немножко порыбачить. К сожалению, мне скоро нужно собираться. Очередная поклевка. Очередная поклевка. Долго не было поклевок. Но я видел, как рыба выбегала за воблером. Но отказывалась клевать. И вот, наконец-то, очередная поклевка. Так, идем к лодке. Держится, конечно, на честном слове. Может быть, она сейчас и убежит. Но, в принципе, меня это не очень беспокоит. На ужин я поймал. Материал отснял. Это главное. Я думаю, дело все-таки действительно в тройниках. Тупые тройники, крючки не пробивают пасть рыбе. Поэтому у меня сегодня столько сходов. О! Если бы здесь была вода, все, я бы потерял рыбу. Ху! Вот так вот симпатично все получилось. Вот так вот симпатично все получилось. Снова халука. Я по-честному отрыбачил несколько часов на эти приманки. И мне пора возвращаться. И мы можем подвести какие-то итоги. Рыба клевала только на одну из этих приманок. Почему, я не знаю. Даже когда мы рыбачим на много приманок. На 5, на 10, на 20. Рыба клюет все-таки не на каждую. Согласитесь, это очевидно. Поэтому этот момент я не вижу смысла обсуждать. Главное то, что поклевки, как таковые, у нас были. И я могу совершенно твердо утверждать, что рыба реагирует на такие приманки. На приманки, которые совершенно не имеют цвета. Она совершенно точно реагирует. Атакует, сопровождает, клюет. Вы все видели. Нужно понимать, что когда мы рыбачим на много приманок, у нас и конечный результат может быть достаточно хороший. Но вот сегодня мои возможности были ограничены всего двумя приманками. Это тоже сказывается на своем результате. Но тем не менее, у нас что-то получилось. Рыба клевала бы чаще, если бы я не снял с этого воблера заводскую краску. Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. Я не готов нести ответственность за какие-либо утверждения. Вопрос достаточно большой, сложный и интересный. Как я сказал в начале рыбалки. Поэтому, как обычно, с меня картинка. А выводы, если вам это интересно, вы можете сделать сами. Всем удачи. Увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.